Передовые технологии и инновационные методы лечения внедряют в практику врачи приоралия. В регионе реализуют проект, в рамках которого местные хирурги, неонатологи и онкологи получают знания в лучших клиниках Южной Кореи. За два года перенять опыт зарубежных коллег смогли 24 специалиста. С участниками медпроекта встретилась Райхан Тажебаева. Рак гортани Танымбаю Мадееву диагностировали два года назад. У 68-летнего мужчины позади шесть курсов химиотерапии, три из которых высокодозные. Последний удалось облегчить за счет внедрения нового метода лечения. Раньше в общей палате лежали. Было сложно. Ослабленный иммунитет совсем не мог бороться с инфекцией. Сейчас нас содержат в изолированной палате. Лекарства другие дают. Несмотря на высокие дозы, супруг их переносит легче. Организм восстанавливается быстрее. Изолированные боксы и новая технология высокодозной химиотерапии. Передовые методы в областном мукоцентре переняли у южнокорейских врачей. Виктория Юн одна из тех, кто прошел обучение в зарубежной клинике. Полученные навыки химиотерапевт сейчас внедряет в собственную практику. Внедрение идет высокодозной терапии. И так как у наших больных у всех идет ослабление иммунитета на фоне высокотоксичных химии препаратов, соответственно мы поднимаем иммунитет, применяются препараты протекторные, создаем условия для наших онкобольных, появились бокс-палаты. В этом году курсы повышения квалификации в клиниках Южной Кореи пройдут 20 специалистов. В их числе и оседжалмагомбетов. Молодой хирург будет изучать опыт зарубежных коллег в области бариатрической хирургии. В Казылородинской области таких операций еще не делали. Их практикуют лишь в нескольких клиниках Казахстана. Применяют бариатрическую хирургию при лечении ожирения и сахарного диабета второго типа. Хочу использовать полученные знания в нашей больнице. К слову, в рамках медицинского проекта средства на обучение врачей приорали. Выделены из местного бюджета. Райхан Тажбаева, Кланата Инсибаев, Альхайдар Турлханов, Казылорда, Хабар 24.